раз и все и вода никуда не девается а потом ее надо как-то достать я заткнула и не достается вода мне очень тяжело учить язык который ну не лежит для души я топчусь по газону галопом по европу любители фотографироваться и снимать видео там уже меня зовут потому что была экскурсия не могла ничего записать и сказать привет ребята привет друзья нахожусь сейчас в германии в восточной части берлина и это трептов парк позади меня защитник у советскому защитнику только что у нас была экскурсия нам рассказывали про эту часть и что интересное знаете что интересное вот какое ощущение здесь вообще-то когда я только приехала в германию сейчас будет темно самое интересное когда я только приехала в германию у меня вообще в германии такая двоякая ощущение я никогда в жизни не была то что во мне воспитали заложили с детства рассказы моей дедушки, бабушками. Это война Великой Отечественной. И это то, что фашизм это не есть хорошо в моей семье. И я очень, знаете, так как-то негативно относилась. Хотя я учила в школе немецкий язык, и я его до конца хорошо не выучила, потому что мне очень тяжело учить язык, который не лежит для души. Знаете, вот здесь лежит для души, вот прям вот льется из себя. Это все прекрасно. А тут прям нет. Кстати, смотрите, какие здесь деревья. Вот эти вот были искусственно выведены, были сильно выведены вот эти вот плащи вперед, символично. Так? И что еще касается земли немецкой. Здесь захоронены мои бабушки, брат и отец. И я, вы знаете, она сюда приезжала сама, и я вот когда ступила на эту вот территорию, как-то, знаете, тяжело было от того, и приятно одновременно, что люди настолько понимают, что натворили их предки. Они умеют признавать ошибки. и то, что люди ценят, что сделали советские воины, да, и что сделали они для освобождения от фашизма всей планеты Земли. поэтому мне приятно осознавать, здесь, находясь в Германии, а именно в Берлине, что история наша уже, которая прошла, мы ее не исправим, она и такая есть, но мы из нее можем сделать какие-то выводы, и можем точно так же продолжать создавать, стремиться создавать мир хотя бы в своих семьях. Смотрите, вот родина, мать, память, видите, позади меня. Вот. На этой территории мне абсолютно не хочется смеяться, веселиться. Здесь я понимаю, что каждый сантиметр вот этот пронизан болью любых солдат, не только советских, но и немецких, фашистских, но даже и немецких. Вот. Все, что касается остальной Германии, это прекрасная страна в плане того, что там прекрасная еда, ну, очень, конечно, жирная, косметика. Они очень чистоплодные, щепетильные в продуктах своих, да, вот. Очень к экологии относятся с таким уважением и заботой, и защитой. У них там мусор разделывается. В общем, рассказали нам много чего интересного. но я, если честно, сейчас поеду еще в западную Германию, еще посмотрю там, побуду там. Интересно вообще проехаться на автобусе, вот посмотреть страну, так, насквозь пронзиться, посмотреть на страну, но мне такое ощущение, что вот, эксклюзионная поездка, это, конечно, наверное, не для меня. У меня такие наушники, у меня вот такая штука, сейчас я вам покажу. смотрите. Знаете, с нами ребята есть, вот видите, такая вот штучка, и вот я ее сидеть на шее ношу, это наш гид. Он говорит, а я могу находиться далеко-далеко, и при этом прекрасно будет слышно. вот такие эксклюзии сейчас проводятся. Все, делаю фотографии. Едем в западную Верхнюю. Одеваюсь я вообще вот так вот, просто смотрите, в сланцах, вот так, как настоящий турист, белорусский турист. Все, делаю фотки. вы видите сейчас. Они решили, что этот кусок будет защищен государством, и эта галерея в, скажем, напоминании о том, как была ужасная берлинская стена. Официальное название берлинской стены было антифашистский вал, а неофициально на западе ее называли стена позора. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жили, не поверите, балдийские славяне, друзья мои, славяне. И именно Берлин от слова Берл болото, от слова болото, потому что Берлин действительно стоит на болоте, и вы поймете, когда увидите множество труп различных, которые идут по городу, это отведение 1961 по 89 года. 28 лет стена разделяла семьи, стена разделяла друзей, стена разделяла два, две, скажем так, мировые философии, западную и восточную. Вот, поэтому было очень, в те моменты страшно достаточно жить, потому что нельзя было с востока переместиться на запад. Именно поэтому была построена Берлинская стена, чтобы не пустить восточников на запад. поэтому люди убегали, люди хотели больше зарплат, они хотели лучшего уровня жизни. Само собой понятно, что Советский Союз по деньгам не мог тягаться с западом, так как Америка выделила некий экономический план маршала. Именно благодаря этому плану маршала запад быстренько поднялся. Все равно они по-моему одинаково едут. Ну, может там лучше направо, там более широко. после плана маршала западная Германия стала расти как на дрожжах. Экономическое чудо так называемое Конрада Аденаура это первый премьер-министр Германии. Итак, дорогие друзья, я нахожусь в центре Берлина, а напротив меня вы видите старый музей. Это художественный музей в центре Берлина на музейном острове. До 1845 года он назывался Королевским. Понравится любителям неоклассической архитектуры и основан он в 1830 году Карлом Фридрин Музей много экспонатов но и также есть плюс Нефертизи. Не меня, пожалуйста. Это Берлинский кафедральный собор который предназначал строение династии Багенциалов и всем ветеранам Европы в целом. В стиле барокко построен и для того, что он его построил, пришлось нести предыдущий стиль новой классики. Дело в том, что император Берлина II не отменил консервативный шедевр, по его словам не хватило величия. Ха-ха-ха ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, что он делает. Смотрите, там, везде индейцы, там цыгане ходят, цыганка ходит, просит, фонтан. Очень много реконструкции, очень много чего делают. Я топчусь по газону. Берлин. На первый взгляд, по большому счету, смотреть там особо нечего. Конечно же, город молодец. Чтобы проникнуться духом немецкой столицы, нужно посмотреть не только исторический центр города, но и посетить обычные спальные районы, в которых живут обычные немцы. Но вот что сразу бросалось мне в глаза так, то, что в воздухе витает дух молодости. Везде видны строительные экраны, город интенсивно развивается, растет, и это производит очень хорошее впечатление. Я с любопытством наблюдаю, как берлинец платит за парковку. Это, конечно, очень интересно. Да. Идем дальше. Что мне сразу бросилось в глаза, так это чистота улиц Берлина. И еще мне запомнился немецким демократизмом, потому что Германия воистину демократичная страна. В Берлине свободно можно заходить в Рейхстаг и смотреть заседания немецкого парламента. Еще меня удивило, что в Берлинском университете имени Омбольта можно зайти, перемещаться там совершенно свободно и также послушать лекцию безо всякой предварительной записи. Удивите. Я так в скорости отстаю. Очень рады. Там такие пускают фонарики. Вот хорошие очень. Вот видите, экскурсия хорошая очень. Сделана на таких. Нигит говорит, что она сейчас может потеряться в жалю по всему штуку. Очень красивая Европа в мелочах. Самое интересное, нет солнца, но я очень, мне очень сладко. Вновь в моих ушах звенит голос гида, а я тем временем иду самое последнее для того, чтобы насладиться городом, чтобы насладиться его архитектурой, дорогими машинами, а также понаблюдать за людьми, за жителями Берлина. Я поняла здесь одно, что выучить мне немецкий так и не придется, потому что очень много испанского, английского и даже арабского и турецкого. Вот такие таблички вызывают у меня умиление, потому что я вспоминаю фильм «Семнадцать мгновений весны». Вылетел наушник. Я слышу, что говорит гид. А он в этот момент говорит, что «arm and sex», такое выражение бедно-носексуальное, охарактеризовал Берлин его известный бургомистр Клаус Воберайт. И действительно, совершенно в Берлине всем все равно, кто как выглядит. Поэтому вопрос, а в чем ты идешь на вечеринку или в магазин, у берлинцев вызывают легкую улыбку. Серьезно, тут любят каждого именно за то, какой он есть, потому что это секси. Очень немецкий. Ну, вы понимаете. Смотрите. Я его выучу, когда дело дойдет до бюрократии. Стараюсь догнать группу. Голопом по Европу. Дещанки, впереди. Бежим за час охватим весь Берлин. Наши бабушки и дедушки не могли за пять лет его охватить, а мы за час. Ох, немецкие какие. В 73-х, видите, катаются здесь. Поехали. Немцы катаются на нацепедах. Французы тоже были на экскурсионах. Какие-то стручки были, я смотрю, моложавые. Ну, я имею в виду, такие какие-то поджиристые, таких рослычатых я не видела. Больше таки много таких рослычатых. А у нас вот такие немцы входят. Красиво снимается. Раз, потому что он, наверное, живет. И все, такое здание. Немцы все считают? Да, поэтому они не могут позорить себе то, что мы можем позорить. Славяне понимают. Славяне, это точно. Ну, и не другое. Очень прагматичные. Так, куда нас Сусанин привел? Каштаны, как красиво цветут. Смотрите, где. Мы не перейдем. Смотрите, где наша группа. Вон там, вон Чешин. Любители фотографироваться и снимать видео. Капец. Ребят, позади меня находится мемориал жертвам Холокоста. Это абстрактное сооружение находится в центре Берлина. И оно обладает очень мощным воздействием. Какая-то невосполнимая утрата, скорбь и печаль нахлынули в тот момент, когда гид рассказывал нам об этом месте. Я пыталась понять послание автора монумента. И мне вдруг подумалось, что, возможно, его смыслы как раз в нелогичности произошедшие. Хотя вполне возможно, что логику здесь включать просто не надо. Возможно, здесь сделано все, чтобы создать определенную атмосферу и вызвать определенные эмоции. В ходе путешествия по Германии и, в частности, по Берлину меня постоянно спутывались эмоции и чувства. С одной стороны, конечно же, мне очень нравилась Германия, но с другой стороны, мне абсолютно не подошел Берлин. Хотя я понимаю его и вижу этот город контрастов. Это не город безумно богатых и беспросветно бедных людей. Никого здесь не удивит средство передвижения, будто метро, велосипед или парши. И совершенно все равно, что висит на плече или за спиной у тебя, будто рюкзак из секонд-хенда или же сумка от Луи Виттона. Главное в этом городе добродушная, естественная стяга, к экспериментам, толерантность ко всем конфессиям, языкам, цветам кожи и сексуальным ориентациям. Безобидная инфантильность и, конечно же, легкое безумство. Но мне всё время хотелось понять, как же живут люди, которые натворили такого в прошлое, и как они живут в настоящем, формируя такое красивое будущее. Находясь здесь, я неимоверно восхищалась людьми, которые живут в Берлине, и очень сильно для себя внутри призналась в любви к самой Германии. Итак, Германия, номер 513. Вставляю сюда ключ и балка. Открываю. Тут уже мои вещи. Так, заставил ключ. Тут уже есть мои вещи. Мои босоножки. И вот такой вот у нас номер в Германии. Здесь такое одеяло огромное. Такие подушки. Включаю свет. Вот такие подушки. Я сейчас хочу достать отсюда зарядное. Такой вот тут стол. Наши вещи с Викой. И вот такой телевизор. В общем, такой нормальный номер. Ничего не видно. Где мы тут и что мы тут. Такие шторки. Так, сегодня в магазине я купила вот такие колбаски немецкие. Вы смотрите, какие маленькие бананчики. Клубнику. И вот такой вот сок. Манго, апельсин. И яблоко. Подушки просто мягкие. И одеяло просто мягкие. Такие воздушные-воздушные. Сейчас буду смотреть, как там буду спать. Вот. Это я. В этой одежде я путешествую по всей Европе. Ну, в Париже что-то буду менять. Потому что в Париже будем мыть три дня. Вот. Сейчас еще покажу вам ванны и туалет. Потому что, ну, немцы. Ну, конечно же, такие чесюли. Ну, я не могу даже вам передать. Это на грани фантастики. Но мне очень-очень сильно нравится. И я, конечно же, хочу вам это все показать. Потому что вот такой маленький, скромный, какой-то придорожный отель. И в то же время, я не знаю, сколько звезды. И в то же время такая чистота. Немцы чисто плотно. Я вообще не люблю Германию. Вот. Как я вам обещала, вот это вот ванная и туалет в Германии. Что здесь имеется? Вот такое полотенечко. Здесь выключатель. Включайте, выключайте. Тут такое вот зеркало большое, огромное. Это шампунь для волос и тела. И, да, для волос и тела. Так, вот такие вот стаканчики одноразовые. Уже Вика не использовала. Полотенечко для лица. Вот такой вот фен есть. Потому что в Польше не было его. Ну, понятное дело, тут унитаз. Тут всякие разные салфеток. Их там куча. Вот тут и тут. Вот такой вот душ. Душевая кабинка. Открывается, открывается. И прикол какой. Смотрите, тут вода, видите, стоит. Если набиваешь туда, вода стоит. Вот так за тучкой раз и все. И вода никуда не девается. А потом ее надо как-то достать. Вика, я заткнула и не достается вода. А потом сейчас приснилишь. Это же поздно. Какая-то ерунда. Короче, тут что-то надо будет сделать. Надо будет чем-то достать. Что-то пердолило. О, для бритвы тоже, видите, есть. Короче, натворила каких-то я делов. Думала. Пока она отопыривается. Я так заткнула затычку. А назад, как ее вынуть? Блин. Муха. Ага. Тут что-то какая-то проволока. А вот. Вот, нашла. Видите, там сзади проволока и проволока тоже. Затыкаешь и втыкаешь. Господи, это для нас. Те, которые родились в танке. Ладно, ребят, все, пока. Буду тоже собираться завтра, в 6 субтитров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok